Мы приехали кататься на Розу Хутор. Здесь работают в штатном режиме. Закрыли небо, но не курорты. В Сочи и катеринбургские туристы продолжают отдыхать по полной. Тех, кто вынужден продлить отпуск из-за приостановки авиасообщения, из воздушной гавани забирают на автобусах и такси. Я абсолютно убежден, что оснований для волнений на данный момент, на момент нашей беседы, их нет каких-либо очевидных. Еще раз скажу, что если кто-то не может во время вылететь по какой-либо причине, того количества не задействовано свободного номерного фонда, его достаточно, чтобы разместить туристов, которые не смогут совершить вылет, назначенный во время. Сегодня 12 аэропортов России приостановили свою работу. Это коснулось регионов, граничащих с Украиной. Россия начала специальную военную операцию. Ее цель – защита людей. Она заключается в том, чтобы нанести урон военно-техническим средствам Украины, для того, чтобы вооруженные силы Украины не имели наступательного потенциала и не представляли угрозу как для нашей страны, так и для жителей Донбасса. Евгений вылетел из столицы Урала в 5 утра, планировал командировку в Сочи, но после 5-часового перелета неожиданно оказался в Москве. Уральские авиалинии разработали новые воздушные маршруты в Армению, Азербайджан, Кипр, Египет и Турцию. Но деньги за билеты вернут всем, кто пожелает, уверяет в авиакомпании. В Кольцово красное табло и десятки разочарованных туристов. Пока так. Летела на работу, устраиваться на работу, а сейчас понимаешь, что и страшно лететь, и ни на что не долетишь сейчас. Добраться до пункта назначения можно по железной дороге. РЖД вводит дополнительные поезда в южном направлении. При этом стоимость билетов останется на прежнем уровне. По всеместному взлёту цену уральцы боятся, как и резкого изменения курса. У банков очереди, наличные заканчиваются. Полная парковка у Сбербанка. При этом эксперты успокаивают. Наличка под подушкой не гарант безопасности. Вся операция на территории России уже шесть лет проводят в рублях. А значит, возможные санкции не помешают обмену финансами внутри страны. Ни один из серьёзных банков не пострадал. Ни ВТБ, ни Сбер. Никаких действий против них не предпринимается. Кроме того, их львиная доля, их активов, не просто львиная, а мега-львиная, расположена на счетах, которые недоступны для Соединённых Штатов. Не паниковать советуют и психологи. Доверять можно только проверенной информации. Но даже её лучше дозировать. Ограничить по времени просмотр этих новостей или увеличить интервал, скажем, через каждые четыре часа смотреть, или два раза в день, утром и вечером, и не более того. Из-за временного закрытия аэропортов на юге России Ростуризм открыл горячую линию. По телефону, который вы видите на экране, можно получить достоверную информацию. Дарья Степанова, Регина Рафикова, Юлия Дегтяникова и Александр Евтеев. События ОТВ.